Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой киви кошелек. Подробная информация в описании. Всем привет, ебой. Я не хочу читать рэп для тебя. Да не, братан, для меня и надо читать, брат. Как бы это, приветик солнце. Ебуряти привет, брат. Как батл с микси? Батл с микси ничего. Очень, очень бурно все было, очень весело. Мне очень понравилось, надеюсь, почаще такие движухи будут. Ей Ростов, привет большое. Здрасте. Ебой. Ну, говорю, вот сегодня был батл, как бы. Я думаю, увидите на днях, результаты тоже сразу узнаете. Было много, было много рэперов, как бы, всех было очень рад видеть. И микси, и красавчик, как бы. Ну, что хочу сказать. Ну, мы как бы нормально, мы еще перед самим батлом с ним несколько раз списались. И, как бы, может, ну, я не знаю, ну, лично я тогда, потому что он уже, в принципе, нормальный чувак, как бы. Ну, и после батла еще так пообщались там. Ну, все профессионально, как бы. Он не какой-то Энди Картрет, который сраную обиду держит, потому что проебал, понимаете. Блядь, тут мы как бы просто побатлили и все. Так, что вот так, блядь. Ёпта. Ну, я так скажу, что этот, вообще, тус проходил там в кальянной, и я запастил у себя эту хуйню. Если мы будем на будущее еще, короче, батлить, будем там, в Москве это делать. Микси выбыл. Вы увидите на днях, как бы, все, как все было, как бы, и все, как бы, ну, все станет ясно. Не знаю, что, что, про результат ни в коем случае не могу я рассказывать. Да и, да там, знаете, там и не то, что там, там, ну, знаю, я могу лишь сказать, что решение было спорное. Ну, то есть, кто-то отдал за кого-то, кто-то отдал за кого-то, а вот тот, кто победил, это вы узнаете в течение двух-трех дней. А голос, пиздец, потому что, ну, да, я зачитывал, братан, и бухал там вискарь перед этим. Вот, я еще четыре дня сидел готовиться к бату, он весь хуй дал, пиздец, блядь. А что, друзья, мне добавишь, брат, не знаю, не знаю, надо было. Курил? Не, я не курил, брат. Ебать душу, братан. Ну, да, конечно, я люблю подвыпить на батле, я считаю, что, как бы, это допинг, знаете, для Бавла, Рэпа, это допинг. Главное, не переборщить. Короче, мой совет. А с Олегом работу, а ну вот, он там доделал релизы, и что-то, наверное, закинет, и как закинет, это мы сразу это. Джонни Бойли, я разъебу, ну, конечно, я разъебу, братан. А батл был сегодня, увидите, на днях. Я могу вам сказать, что даже если бы и вы знали результат, ну, не знаю, по мне батл крутой, короче. Всем понравился, все говорят, пушка. Мне кажется, знаете, это потому, что у нас с ним такое, как бы, это на конфликте все. Выросло, хотя особого конфликта не было, знаете, это просто не то, что недопонимание, но он вступился, как бы, это нормально, вот. Честно, я когда сказал, что давай через 4 дня, и этот, я был уверен, что не согласится, вот. Ну, я допускал, я знал, что, как бы, если согласится, то будем баттлить, но вообще я был уверен, что он скажет нет, или там после, вот. Ну, Микси красавчик вообще уверен, как бы. Ну, он ровный, он, знаете, он труп парень, как бы, всего наилучшего ему. Вот, а я вообще думаю, что, как бы, ну, молодец, он искренний, у него большое будущее с этим, мне кажется. То есть, правда, бля, русский рэп пиздец двуличный. Ага, я поэтому, ну, как бы, с большинством русских рэперов не общаюсь, потому что, ну, пиздец от них, блядь, этой крысятинской хуйней воняет. Брат, ну, потому что надо, нельзя просто выкладывать рэп, как я делаю, знаешь, его надо пиарить, а я просто, ну, не знаю, особо не пиарю, я просто рэп люблю делать, понимаешь. Съемки, брат, он, надеюсь, в конце месяца будут, ну, июля. Вот, не, ну, блядь, короче. Вот об этом парням тоже сегодня говорю, там, был Летай тоже, я большой ему тоже респект, вы знаете, я каждый батл, ну, и каждый батл, там, два или три раза срал этого. Букер Ди Фредо, короче, хотя лично я вот ничего против него не имею, ну, такая у него кличка, знаете, такая личность, как бы, что он так, ну, и подходит, как бы, вот. И когда я его лично еще увидел перед батллом с Галадом, по-моему, я ему говорю, брат, я, как бы, тебе чуть-чуть пройдусь, и он, он отлично к этому отреагировал, как бы, это нормально, знаете, ну, это нисколько, я считаю, если ты зашел в батл-рэп, то, как бы, тебя можно упоминать, понимаете, так же они все меня употребляют, ну, не прямо он, но, вообще, многие очень меня употребляют, передразняют, как бы, я раньше тоже за это цеплялся поначалу, думал, такой, ку-ку-ку-ку, хуй, ну, бля, это батл-рэп, как бы, вот. И, вот, к чему я шел, да, там был Летай, я ему говорю, я бы тебе, ну, так, чуть-чуть пройдусь там тоже, вот. И даже после батла, ну, мы просто отлично пообщались с ним, хоть недолго, но просто, я говорю, я бы с удовольствием хотел бы прийти к вам, мне кажется, просто дать пару советов, не то, что там учить, там, или еще что-то, просто пару советов, потому, мне самому это интересно, понимаете. Я сам за то, что батл-рэп развивался, и мне кажется, ну, знаете, я, когда я готовлюсь к батлу, я живу этим, нахуй, и я изучаю это все, как бы. Я считаю, вообще, к батлу надо подходить, пиздец, серьезно, то есть, надо знать толпу, надо, психологическая игра очень важна, знаете, перед батлом, как бы. Важно то, как бы, вот, важно то сделать то, чего не ждет, короче, мне кажется. А с кем бы хотел побаттлить? Ну, я вот, блядь, а, да с кем батлить? Ну, я бы хотел с гнойным побаттлить. Я бы хотел с гнойным побаттлить, ну, видите, он очканавт. Ну, точнее, на самом деле, я даже, я даже уверен, что он не прочь побаттлить, он хочет пойти побаттлить, но, просто, понимаете, Лично я уверен, что у него контракт с Киркоровым, насчет того, что ему нельзя ходить никуда без разрешения, поэтому он, нахуй, все время дома сидит, на этих хуйнях занимается. Ну, мне тоже много, мне неоднократно предлагали контракты еще в начале карьеры, много. Блядь, с такими людьми встречался, блядь, ну, как молодое поколение, я даже таких не знаю, там всякие, азиншплицы, там, и, вот, и во всех контрактах эта хуйня есть, что контролируется, куда ты ходишь, с кем ты ходишь, понимаете, они не могут просто его отпустить, чтобы он сожрал лобик, понимаете. Не, ну, Шук никогда не будет ни с кем батлить, не будет просто, и все. Да, вот, девушки, видите, даже тоже меня поддерживают, мне тоже Шук не нравится. Мне уже, брат, тридцать с лишнего, я уже старый, блядь. А про новую школу, да нет, комичную я уже нихуя не буду делать, братан, я вот... Фора переходить на треки для девушек, не тоже для девушек, блядь. Ну, братан, я уже не путаю с этими мелкими, понимаешь, с девчонками, как бы... А о чем мне читать, понимаешь, надо реальную хуйню вкладывать. Вот, моя хуйня это уличная, как бы, хуйня, ну, блядь, для гопников, я сам считаю, что я гопник, меня многие называют гопником, вот, и... Трипталу. Творчеством, да, да. У меня, конечно, есть пару идей, которые я хотел бы потом в будущем делать, но, не знаю, то есть, мне бы хотелось, это, да, я вообще очень, так, неравнодушен к еде, короче, люблю вкусно пожрать, кто-нибудь сходить, что-нибудь пожрать, замутить какой-нибудь бургер там, ну, вообще, мясо всякое, ребра, ну, все подряд. Я не люблю только, короче, горох, фасоль, да, ну, это одна хуйня, прям, короче, бобовую хуйню, и печенку, блядь. Не, в Макдональдс тоже не люблю, брат. Не, там не сопли, солнышко, там ни в коем случае не сопли. Там ничего сладенького, там не то, что я там буду, как Федук, там, под розовенькой этой хуйня, там будет жесткая хуйня тоже. Ну, девушки, просто говоря, кто-то должен за эту хуйню зачитывать, как бы, никто за это не читает, понимаете. Ну, короче, я гарантирую, вам понравится, это охуенный, мы с вами просто. Это, ну, это, как бы, это не просто, это просто реальное дерьмо, понимаете. Вот, а, например, я себя ни в коем случае не сравниваю, да, ну, например, вот, Дрейк, он пишет для девушек, но парни его тоже слушают. Это все дело в том, как ты, я не говорю, что я буду делать, как Дрейк, ни в коем случае. Просто говорю, что, ну, все не так просто, как кажется, короче. Вот, я обещаю, вам понравится, никакой сладенькой хуйни там не будет, там, так же уличная хуйня будет, как бы. Бля, опа, уличные пацаны тоже умеют любить, типа того. Я вообще романтик тот еще, как бы. Ну, телки, телки у меня точно есть. Даже если, например, у меня там есть девушка или еще что-то, например, или жена, ну, телку я бы ее точно не назвал, братан. А даже если есть жена или девушка, я бы все равно здесь не сказал, как понимаете. Я считаю, что это надо держать при себе и ни в коем случае не афишировать. Ничего доброго от этого не получится, во-первых. А во-вторых, ну, да, я много встречался раз с девушками, например. Я не хочу, чтобы кто-то в батл-рэпе, как бы, начал про мою реальную девушку вкладывать, например, с которой я там сейчас встречаюсь, ну, не сейчас, но, например, с девушкой встречаюсь, например, на батл ее там будут срать, понимаете, потому что я могу среагировать, понимаете. Я не хочу, как бы, даже слышать эту хуйню, не хочу, понимаете, чтобы этот оттенок, осадок этот, блядь, оттенок, чтобы этот осадок там был, понимаете. Вот. Да и вообще, все, кто, как бы, ну, всегда своих девушек, так, это, Жон, как бы, выводил на этот, ну, не то, что в свет, а толкать их начинал, это всегда плохо кончалось. Как бы, нужна девушка, которая тебя всегда, вот, например, если ты таким делом занимаешься, нужна та, которая будет понимать и поддерживать, и, ну, а ты должен любить ее и уважать в ответ, вот, все, как бы, да, и джентльмены на улице, да, брат, меня постоянно встречают, я уже пиздец, я просто, я бы, ну, не знаю, не могу в метро заходить и заединить, и, как бы, блядь, сейчас еще этот чемпионат мира за таксы такие бабки приходится давать, как бы, блядь, ну, метро просто стало нереальным. Дэнди, блядь, хуй бы с ним, он беженый, блядь. Он просто задел, знаете, он, блядь, три года сидел, молчал со мной в обнимочку, фото заказал, что он там обиду держал какую-то, блядь, вообще не пацанская хуйня. И теперь, знаете, вот, блядь, он никуда, его, блядь, походу, ну, не то, что, он никуда не ходит, где я, понимаете, вот я там приезжал, там, на версус какой-то корпоратив, его там не было, понимаете, ну, сам себе, блядь, просто, нахуй ты это сделал, как бы, ты хочешь что-то, этот, ну, вызови, там, я не знаю, реванш, там, отыграй, блядь, никто не знает, что ты проебал, кроме тебя. Не злишься, не как, что ты злишься на меня, что я тебя обсирал, Энди, как бы, я не знаю. А мы в батл для чего пошли, придурок, блядь. РБЛ, блядь, я тут смотрел одного, мне скинули перед батлом с Микси, и, короче, чувака, Огил, по-моему, называют, ну, я, может, здесь я неправильно говорю, как бы, блядь, я вам скажу, это полный пиздец, мне ооочень понравилось, я ему написал перед батлом, говорю, я вообще буду следить за твоим творчеством, ну, батлами, хоть я вообще за русскими батлами не слежу, блядь, вот этот парень красавчик. Не, брат, я сегодня с утра бухал, как бы, я просто спал потом днем, блядь, потому что ночью не спал. Я прихожу в себя. Вот я говорю, блядь, я только поспал, как бы, там, ну, тупо очка немного закрутил, и типа того, брат. Огил охуевший батлер. Если вы не смотрели батлеров, и вам, например, нравится Микси, посмотрите Огила. Я сегодня даже у Мирона спросил на батле, я говорю, слушай, а как так получилось, что Огил не попал к вам на этот, на Фрэшблад? Он говорит, а я заявку на него не видел просто, ну, да и до него не все заявки дошли. Я не знаю, что там насчет этого, но я скажу, я видел заявку на, куда, на РБЛ, там, или Слоу куда-то, и там, пиздец, космос. Я думаю, как такого могли не взять вообще? Отец, ну, отец в смысле того, кто породил, или кто прям держит его, как сынков. Ну, смотри, вообще, по идее, Мирон. Но Мирон не батлил уже сколько, понимаете? Вот, поэтому, как бы, я его спрашивал, я говорю, Бранд, ты вообще собираешься батлить? Он говорит, да, конечно. Но с кем батлить, понимаете? Боишься, нам просто придется, может, с ним как-то прийти, но я бы очень не хотел этого. Потому что Мирон очень ровный парень и душевный. Вообще, спасибо ему даже, что он наш батл поддержал. И, как бы, за этим, ну, как бы, у нас там есть там небольшие перепалки в Твиттере. Но это нормальная хуйня. Вот я говорю, вот это нормальный парень, кто не будет убежаться на эту хуйню, как бы. Я его за это уважаю, как бы. Я знаю, что я всегда ему могу от души сказать. С Дуней будет батл. Да, кстати, мы же, блядь, я в конце батла сделал вызов. Мы хотим дать батл Москва против Питера, короче. Поэтому там все эти питерские батл рэперы, которые хотите, которые думаете, что вы там что-то можете, короче. Давайте, блядь, готовьте нахуй рифмы и панчи. Потому что Москва идет за вами. На самом деле, просто первый раз, когда сказали, что-то парни не очень среагировали. Это Дуня на идею. Он ее толкает. Я его в этом поддерживаю полностью. Вот. И мы говорим, там уже, нас нормально собирается, там, похоронил Дуня, тот же я. Говорю, вот я бы этого Огила взял. Там много, но там, алфавит, там, тоже Рики с Москвой. Правда, себе не смог приехать. Ну, я уверен, он бы, ну, знаете, поучаствовал. Знаете, и, блядь, там, в Питере тоже полно, там, Галат, Гарри, Мирон. Знаете, блядь, вот это заруба получится. Это, блядь, это будет интересно. Это не слово против Версиса, понимаете. Тут, блядь, каждый батл реально может получиться таким огнем, блядь. Ну, а что, нет, ну, я там, представьте, просто там, я не знаю, похоронил Галат, там, я не знаю, Гарри Топор против, блядь, этого, нахуй. Огила. Блядь, это реально может быть интересно, блядь. Потому что, например, похоронил Галат хороший, потому что они очень разные по стилю. И тут, ну, кому кто нравится, тот и думает, что он победил. Но точного, как бы, этого ответа никто толком не знает. Батл, братан. Не знаю, отыскали намонтировать в течение двух-трех дней. А тебе свою лигу открыть надо. Надо. Ну, говорят, надо урести к разрешению, спрашивай. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха, шучу, как я. Да, солнышко, я тоже засыпаю уже. Хотя и дух проснулся. Госджубель. Да нет, Джубель ровный парень, как бы, тоже. Вот реально ничего ему плохого сказать. Ну, как бы, я себя батлил с ним. Я бы чуть нарыл, как бы, чтобы я, как бы, это... Ну, я на любого нарою что-нибудь. Вот. Но Джубель вообще ровный парень. И всего ему хорошего, как бы. Ну, а, кстати, Москва-Питер. Почему нет? Да, мы выложим батл обязательно. А, тренировки актуальнее. Что за тренировки-то? Бля, мне надо завтра самому уже в зальчик опять пойти. 54 дня вообще я там, блядь, посуду не мил, блядь. Не брился, нихуя, блядь. Да вообще никого не ходил. Просто фастфуд жрал. Жрал сладкое. Ну, знаете, сладкое хорошо для мозгов. Да какой нахуй батл на спокойной ночи, солнышко? Нет, батл на биты. Нет, это не мое просто, понимаете? Это просто лучше я дис напишу там на кого-то, грубо говоря, и выложу. Опять бухаешь. Да, опять бухая, братцы, у меня. Что можно подделать? Нет, никакие. Тут вот реально, вот просто, я говорю, Микси приезжал, за свои бабки приехал. Мы все приехали за свои бабки. Там, Мирон дал нам операторов своих. Там, приехал в СРЭП. Поддержал нас репортажем. Алфавит пришел, отсудил, там, судьи были. Не знаю, может говорить нельзя, хуй знает, известно или нет, короче. Вот, просто вот все душевно. И, бля, мне так понравилось. Вот честно. Надеюсь, это еще произойдет не раз. И вообще будет постоянно такая хуйня. Давайте, может, попробуем. Действительно, в Москве что-нибудь такое сделаем, как бы. Начнем с небольших фристайловых. Там, я не знаю, что-нибудь. И посмотрим, что будет. Хайпаешь, если жестко зайдешь из фейса или лизера. Братан, вот честно, лизера, ну, как бы я его вижу, но я его не слышал никогда вообще. Ну, братан, ну, извини просто. Мне, блядь, 30 хуем лет, понимаешь? Ты видел его? Ну, ты думаешь, я буду слушать такого чувака, как бы, никакого дезреспекта просто, понимаешь? Ну, какой-то школьник, понимаешь, бля. Вот что он мне может сказать, понимаешь? Пошел нахуй чмо оконченное. Да, брат, я еще и распиздяй. Курс М4. Да, да никак особо. Мы как-то так виделись один раз с ними, там. А вот у бабу с ними общался, я как-то не это. Вон, Лит Тигр, бля, спасибо большое, брат, что приехал, поддержал меня. Как всегда, без него, ну, не смог вообще бы приехать на батл, я, знаете. Братуха всегда со мной, всегда со мной приезжает, всегда поддерживает, даже когда мы там вдвоем, втроем объявим в Питер. Поэтому есть и бой, Лит Тигр, мой брат. А, да. Тот чел, который гнойному, блядь, гнойному отчимырил на его же концерте, да? А, нет, нет, вот он мне на связи. Бабу тоже с ними общался, а я как-то, да, я, брата, как-то так со своими парнями, знаешь, общаюсь. Бабу, он, Тигр, вот он мой брат, понимаешь. Релизы, да, я думаю, мы в сентябре, наверное, заботься вам еще релизик. Братан Кизер вообще предлагает альбом сделать совместный, какой сейчас, 2018, 2019, да. Я за, как бы, у братухи куда лучше с минусом, понимаете, ну, блядь. Ну, как бы, у него такие минусы, что я, хули я ему свое говно буду кидать, понимаете. Вот если он, как бы, загиб, минус мы сразу сделаем, понимаете. Ну, еще свои пока дела, я не тороплюсь, как бы, понимаете. Знаю, что XXX умер. Да, конечно, это очень печально, причем, мягко сказать, я не то, что не фанатом был, он мне вообще не очень нравился. Вот, не то, что, я его музыку просто не слышал. Но, не знаю, я теперь даже, знаете, после его смерти пытаюсь понять, почему он мне не нравился. Наверное, я просто хейтил. Ну, знаете, ну, не то, что я там хейтил. Ну, просто, вот, не знаю, как бы, ну, реально очень жалко. Вот я это от души говорю. Бля, вот, ну, не знаю, какой-то little people, ну, вообще не жалко было. Вот, но, бля, XXX трагичная смерть, блядь, вот так из-за бабок. Флорида, вообще штат ебанутый, я вам хочу сказать. Там самые ебанутые законы, там, блядь. Там, по-моему, вот этот Кодек Блэк, да, если кто-то там сидит за мной, что с Флоридой? Ее же там же посадили, по-моему, блядь. Он даже, ну, как бы, предпочел взять, как бы, срок реальный вместо условки во Флориде. То есть, и там условка во Флориде, если она посадит, что надо дольше, понимаете? Это, по-моему, во Флориде, Флориде, тот штат, по-моему, где были вот эти законы. Помните, как-то там штаны, блядь, нельзя было спускать ниже, что-то такого. Блядь, это ебанутое место, я вам серьезно говорю. Ну, вообще, оно жесткое. Почему они тебя не подпишут на Booking Machine, братан? Они меня пытались подписать, я отказался. Был в Америке? Да, бра, я там пять лет жил. Да, вот это, если с Олегом будет альбом, это пиздец интересно будет, знаете почему? Потому что у нас с ним подачи, так, не то, что похожи, но они, блядь, хорошо будут звучать. Короче, у меня много, у меня есть флоу, короче, все-таки, блядь, читаешь свои хуйни. Да, ну, как бы я читаю свои хуйни, но у меня много, у меня есть подачи для новой школы. И просто не особо была как-то возможность ее сделать, знаете. Я обычно просто, блядь, вот у меня на душе что-то иду и трек напишу для пацанов фабрики, ну, знаете, типа того. Вот, а для новой школы тоже там, ну... Короче, я думаю, на новом релизе вы все услышите. Да, конечно, надо бы постричь себе, побриться перед басом, как же, солнышко, еще? Надо выглядеть нормальнее с джентльменом, да? Сколько вес, шо, шо, брат? С Мироном познакомимся. С Мироном мы, на самом деле, еще давно списались, и мы еще на фит с ним договаривались. И даже какие-то минуса. Году в 2012, вот серьезно. И я вот про это говорю, я вот даже толком его ни одного целиком... Не, ну что-то слышал, как бы, уже. Не, не то, что мне не нравится, как бы, ну, просто как-то не было возможности. Вот мы общаемся, вот общаться с ним... Ну, как, во-первых, его батл рэп, это, ну, я вижу, я уважаю его, как... Он техничный по рэпу, знаешь, тут нихуя не скажешь. Он реально техник. Вот, он там рифмы, панчи, как бы, то есть... Я, на самом деле, тоже техник, но уже нет, не особо. Я вот раньше, да, я скорее предпочитал думать, как я что скажу. Теперь у меня, в трек, скорее, что я скажу. И какую мысль донесу, понимаете. Ебли с ним в жопу. Нет, брат, только батянь твоего ебли в рот и в жопу. Это миф, брат. Спасибо, Солнцик. Уверен, ты тоже очень красива. Бля, ну, Паш, ну, мы с ним встретимся. Я его постоянно видел там на концерте Кровостока, но как-то просто, знаете, ну... Ну, теперь я жалею, что не дал ему в ебал на концерте, вот честно. Думаю, надо было дать. Ты свою маму сегодня видел? Ну, и как у нее дела, придурок? Сколько ты сидел? Брат, я все 12 лет на строгом. Да нет, ты что, говоришь, что ли? Да, я в Тверь поеду, вроде бы. В Твери буду числа 30-го. Короче, следующие выходные, Тверь. Ебой. О, шеть. Там началось же биф инстаграм. Да Хацкель всегда, блядь, шутит. Ну, да, да. Кому? А с ресторатором, да, хорошее отношение, насколько я знаю. Не, я, конечно, могу ругать, как бы, Версус, например, там, не то, что Версус данный этот, но, во-первых, во-первых, даже когда я ругаю его, это все, он, бля, реклама, понимаете. Даже если там что-то засрал, люди могут зайти и посмотреть, что я там засираю, понимаете. Это, во-первых. Во-вторых, они сами спрашивали, говорит, ну, высказывайте свое мнение. И, в-третьих, да, если тебе что-то не нравится, он всегда мне может просто сказать, бля, обик заебал, понимаешь, как бы. Я скажу, да, не вопрос, братан. Вот. Ресторатор очень ровный парень, как бы, я его очень уважаю, очень люблю, как бы, и это, ну, вы понимаете, по-дружески, не по-дружески, короче, в порядке. И этот, не знаю, что, ну, вот, новый Fresh Blood, понятно, там, как бы, не все в порядке. Они это только делали, они пробивают дорогу, грубо говоря, там, первый блинком, бля. Знаете, если кто-то смотрит UFC, там, это, там, вот, тоже у них реальти-шоу, там, вот, первый сезон был такой пиздец вообще, знаете, потому что со второго началось, как бы. Вот. Я уверен, парни, все будет охуенно. Еще тут придурок. Бля. Вход бесплатный был, да, для тех, кто там на концерт ходит, мой там поддерживает. Да никнейм хуй знает, он как-то, блядь, меня уже подзаебал, мой никнейм уже 10 раз, говорю, надо сменить, но никнейм, блядь, все-таки не надо. А они на подсосе у ресторатора и хейтили меня, не знаю, не знаю, по-моему, она меня всегда поддерживала. Жанна на подсосе, там, у ресторатора, хуй знает, брата. Пруф есть, брат. В сторону Олега? Ну да, блядь, как в мою сторону. Потому что он болеет за хип-хоп, как бы, брат, и... Бля, ну люди идиоты, что, знаете, сами знаете, на 9 идиотов один один. Нормальный, еб-то. Как бы, братуха высказывается от души, а люди не любят слышать правду. Нихуя ты никнейм потом пересмотрит этот момент. Братан, о чем ты говоришь вообще? Ни-и-и-нишуа, блядь. Да, не, братан, просто какая-то хуйня домашняя, блядь. Ну, для кого хуйня... Эй, нотень ту обоус. Бля, вот ты пиздец. Ты за своей пидорской хуйней... Это чё, техник, что ли, братан? Ёп-ты, блядь. Он, блядь, а что, что надо делать с Янгтрапом после его освобождение? Мне кажется, с ним и там и так сейчас такое делают. Ёп-ты, блядь. Я думал, я убитый, блядь. Обложки мне всегда надобятся, братан. Пиши в контакт, закидывай, там чё. Окей, брат, как скажешь. Пиздил бы своего. Нет, конечно. Он меня отпиздил. Он тебе падал. Ну, конечно, хуйня сочет. Ты, он, блядь. Он сидит, как мусор. Кто, блядь? Какой ты гей, ниггер. Лучше бы ты девушкой была, блядь. Я тебе сейчас, нахуй, чёрный этот список закину. Сколько ты баском, жан? Бля, брат, я играл. Ну, сначала просто так. Честно говоря, мы мелкие, даже в ЦСКА немного ходили. Но мы просто такие, вот я тебе клянусь. Знаете, когда мелкие ходили, мы там всех дрючили. Вот реально. Особенно мой друг. Мой лучший друг, Мартирос. Мы с ним ещё родились в один и тот же день. Он всех тогда дрючил. Мы приходили в ЦСКА, там втроём я, Марти, там Лосик. У нас три друга было мелкие. Всё время там с бумбоксом лазили, знаете, как рэпчик старые, добрые времена, ноти-бай-нэтчер, баскет, косячки там. И мы сходили пару раз на этот ЦСКА, ящий сигарет курил, нам запрещали курить, там, там, ну, там, ну, там, вот это, там, знаете, три часа тренировка и там полца игры. И мы такие, бля, не понимаете. Ну, просто дураки были. Если бы кто-то мне, блядь, сказал, знаешь, блядь, занимайся этой хуйней, всё тебе нормально будет. Я бы, конечно, я бы, наверное, даже рэпчик не читал. Я очень любил баскетбол. Ну, я за школу играл, за институт играл, за Доргомилову играл, там, да, за всякие другие районы играл. Подмосковье там чемпион пару раз был. Ну, чемпион этого западного округа там тоже. Бра, у меня рост не баскетбольный. Я метр восемьдесят один, метр, блядь, да, где-то, блядь, наверное. Это хуёло для баскета. То есть, ну, если бы я был метр девяносто шесть, нахуй этот рэпчик, блядь. Сейчас вообще не играю, братан. Сейчас боксирую, меня, блядь, и в качу гоня. Ну, вот как-то бокс, блядь, бокс я тоже с детства любил, но возможности у меня не было особо заниматься. Я занимался чуть тайским боксом. Меня Славон из цифрового района позвал. Там он на халяву к ним ходил. Ну, вообще мясник, кстати. Он всем занимался, он там меня подтягивал на всю хуйню. Вот. Вот на тайку ходил, и я понял, что это не моё, потому что, знаете, я и так всю жизнь дрыща был. Пиздец какой. Я вот был как... Ну, никакого дизреспекта, но я был как басок. Ну, вот всегда, короче, лет 27, наверное, хуй. Ну, причём я спортом всегда занимался. Ну, просто такой обмен веществ, как бы. Вот. И, блядь, на тайке там, сука, сохнешь ещё больше, блядь. Нахуй сюда хожу вообще, блядь. Понимаете, я хочу набрать пару килограмм ещё. Ну, как бы. Не, ну, само собой тайкнув, блядь, и привестись. Я хочу выглядеть нормально, прям. Я не хочу выглядеть, как сраный скелетрон, блядь. Понимаете? И, как бы, потом пошёл Котч Иванов. Вот это он до сих пор мой братух. Как бы, я, к сожалению, не смог он приехать на Абаду. Потому что он, как бы, он уже в Балгарии, по-моему, отдыхает. Красавчик там. Котч Иванов, он меня потянул в свой зальчик. И, блядь, короче, я пиздецка полюбил. Он, во-первых, тренер охуенно. Знаешь, это когда твой брат, мы приходим, рэпчик включим, знаешь. Там никакой сраной хуйни, блядь. Знаешь, там... То есть я ему говорю, братан, давай мне чисто технику. И, блядь, я лучше набрал пару килограмм. Понимаете? Нахуй мне эта выносливость. Я всю жизнь бегал, как сука, там, на этом баскете. И так, блядь. У меня этой выносливости всегда было пиздец. Понимаете? Ну, и вот в таком стиле, как бы. Вот. Потом... Летом я перестал заниматься чуть-чуть на месяц. А Котч Иванов ушёл от того клуба. И он сейчас тренирует на коширке. Я очень всё хочу туда съездить. Ну, блядь, там, сука, так далеко ехать, блядь. И зал там охуенный. Я, как бы, там был один раз на съёмках. И, блядь, ну, я просто знаю, что даже если один раз туда съеду, второй раз вряд ли туда поеду. Вот так, а грушу бью себя в зальчике, как бы. У меня там ещё тоже боксик небольшой есть. Я думаю, может, сейчас летом по уходным, там, может, по разику буду тоже немного с ними заниматься. Да я уже говорил, очень трагичная смерть, очень жарь. Я говорю, я вообще не был фанатом, но, блядь, нереально просто неприятная ситуация. Ну, пиздец, прям. Ну, хуй знает. Я говорю, одно дело Лил Пип, который там, блядь, с членом за щекой, двенадцатыми, блядь, наркотиками накачался, знаете, и сдох, блядь. А другое дело, что парень, вы просто ограбили, блядь, знаете, ограбили и застрелили, блядь, ну, пиздец. Да, спасибо большое. Покажи, член, ха-ха-ха-ха, ежовнутый пиздец, блядь, как его сдали, дали тебя, блядь. Сын, придурок, блядь. Ты охуев, блядь, вот это к чему приведет, если вы будете слушать Пашу Техникой Гнойного, блядь. Да все, я его там как-то заблокировал. Не, ну, блядь, с этой пидрочной надо завязывать, как его, на эту пиздец, я покажу. Техник бы тебе небось показал Да, пидор грязный В какой зал хожу У меня тут напротив дома Там самый скромный Подвальный моя хуйня Я ходил тут еще рядом А там как бы 6 тысяч полгода и 60 тысяч полгода Вот у меня такие два Причем за 60 тысяч там басик Там все охуяно Знаете, там входишь такие взгляды Какие-то Такие фраерные Знаете, такие Хочу свой подвал К простым людям Там намного лучше народ Про самую больную тусу В моей жизни Ой, братан Это, наверное, была у Басова туса Первый раз, когда мы дня три на даче тусили Или четыре Мы вот реально просто На какой-то день Мы такие думаем Бля, мы через три дня А типа мы вдумали два Куда день пропал Я помню, что мы, короче Я там Я спал с какой-то Ну, с какой-то девушкой В кровати Причем мы три дня тусили, короче Да, то есть мы вообще не спали А там, ну, огромная эта дача Там всякие Там второй дом с этой Сауной Там баня Там, знаете, там можно Рэпчик ставить свой, блядь В этой сауне Короче, там пиздец Мы уставим там посуду Ну, короче, там полную вообще белку устроили И этот Хозяин басов, короче Мы ему сразу говорим Блядь, ты что за нахуй Похож на кого-то любителя спайс, короче И он такой, типа Да, не, не, не А потом под утром Мы такие пошли Шутик на этот Это, кстати, на этой хате мы снимали Пока я не умру клип Пошли, наверное, шутик курить Вот водничек, короче На чердачок И он такой достает свой А у меня тут за ночь Спать еще есть Вы поняли, короче И вот мы бухали Ну, знаете, он такой Как бы Он заходит В другую сторону Выходит Похуй Много народу Вот И Короче, день на третий Меня вырубил Я там лежу С девушкой какой-то Короче, там много этажей Несколько комнат На этой даче И просто Ну, знаете, когда ты пьяный Заснул в говно И, короче, просыпаешься Через там Два-три часа И ты еще пьяный Просто вообще Ну, еще хуже, короче Я потому что Еще, говорят, трех суток не спал И я просыпаюсь Просто от таких криков Блядь Нечеловеческих И Я выхожу На, короче На площадку И там этот Басов стоит Короче, с гранатой Его Или нет Пизжил Он, по-моему, тогда еще без гранаты был Или с волыной уже Или что-то такое И я пытаюсь И я пытаюсь сейчас Это вспомнить Там его мамка, короче Она У нее просто Нереальный Такой писклявый Голос Она Знаете Это просто как ножом Еще по голове Я Что-то через стену Это просто Ну, в таком состоянии Вообще Хрен встал бы И Просто происходит Полная белка Я пытаюсь Как бы вот Протереть глаза Там из других комнат Выходит А он такой Я Что-то Оставь меня в покое Он идет И пытается Прыгнуть Головой С лестницы Короче Просто Ну Рыбка И я его В последний момент Хватаю И там был Этот пацан С Иркутска Короче Тос Вот Я Рутас Он такой Здоров Он пиздал Раньше всех Короче Я Рутас Братан Ёпта Типа Ну Че Он Я А я этого держу Как бы Он просто Туда рвется Понимаете И Мамка Это Визжит Еще с другой стороны Блять И Короче Я Блять Так это все Смутно Ну Понимаете Пьяный Там Говно Вообще Короче Каким-то Раком Он Достает Гранату И Просто Я Ща Нахуй Все Взорву И Все Так Да Че Ты Захуйня Убери Свою Типа Хуйню А мамка Кричит Ему Отец Настоящую Гранату Подарил Понимаете Мамка Орет Короче И Все Такие Ну Знаете Человек Белку Поймал Ну Спайсовый Чувак Понимаете И Он С этой Гранатой У него Ствол Травмат Боевого Чувак Хуя Знает Чудака Вообще Первый Раз Видел Блядь Там Как бы Вся Туз Пиздец Был Знаете Все И так Разнесли Еще Блядь И он Короче Выбегает На улицу И я Как Самый Блядь Джентльмен Нахуй Который Поход Блядь Самый Дурак Побежал За ним Пишет Мама На меня Орет На Увидел В моих Глазах Какое-то Я не знаю Сочувствие Что-ли Что Вот Я Убегаю За ним И Я Такой Блядь Как Вы звали Блядь Коля Блядь Или Басов Блядь Хуй Я Говорю Братан Ну Я Пытаюсь Братан Пойдем Назад И он Вроде Начинает Успокаиваться Вдруг У него Знаете Так Взгляд За мной Останавливается И Оборачивается Там Какой-то Мужик Блядь Ну Это Поход Какой-то Их Охранник Там Или Хуй Знает Или Он Всегда И Берет Гранат Ствол И Убегает И Мужик За ним Бежит Ну Это Просто Ну Как Это В этом Поселке Блядь Понимаете Ну Че Я Пошел Спать Обрат Че Я Могу Сделал Вот И Блядь Через Пару Часов Опять Мамка Короче Ну Там Через Час Я Бегает В Эту Короче Я Вам Сказ Собирайтесь Проваливайте Там Вся Хуйня В итоге Мы Уже Таки Ну Пришли В себя Таки Поговорили С мамой Видите Что Мы Нормальные Пацаны А ну У него Сын Да Ебанут И Понятно Как Вот Мы Говоримся Ну С Пониманием Все Понимаете Вот И Короче Приходят Мусора И Мамка Она Она Ну Я Не Хочу Плох Говорить Но А Она Начинает Делать Глупости Понимаете Она Начинает Ну Видно Они Ее Спрашивают И Она Начинает Отвечать Честно Он Там С Гранатой А Они Это Все Пишут Я Сижу Думаю Я Говорю Вы Понимаете Вы Сейчас Засадите Нахуй Вообще Как Не Увидите Ну Как же Я Маку Там Что Наврать Ну Понимаете Я Все Видел Говорю Он Поймал Белку Никакого Волыны Граната Я Не Видел Говорю Ну Че Поорал Там Убежал Знаете Пам Его В обезьяннике Он Уже Тогда Сидел Насколько Я Знаю Хуй Знаю Чем Его По-моему Судили За Эту Хуйню Там Потом Честно Говорю Хуй Знаю Вот Но Вот Это Была Туз Так Туз На самом деле Пиздец Весел Да Конечно Вязьми Бля Вязьми Я По-моему Бля Там Как Полный Мудак Набухался И Сказал По-моему Спасибо И Другой Город Сказал Бля Мне Так Стыдно Может Это Не Вязьму Бля Братан Такие Истории Жизни Я Бля Эфиров Не Хватит Нахуй В Инстаграме Бля Такие Истории Ебать Вот Даже Я Говорю Там Даже С Молодым Одни Истории Бля Вот Антоха Был Веселый Чувак Он Был Вообще Красавчик И Знаете Мы Так Прям Как Все Девчонки Ему говорили И нам Говорили Вы Хуяло Друг На Друг Влияете Мы Друг Друг Вдохновляли На Всякую Хуйню Понимаете Там Бля Он Влезет В Какую Хуйню Я Там С Кем Подерусь Мне Челюсть Ломает Ему Там Пизде 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 Мы Так И Чувак Большой Это Не Значит Что Надо Отмалчиться Понимаете Если Он Мудак Я Ему Скажу Что Мудак Понимаете Ну Такой У меня Характер Просто Как Ну Да Я Могу Получить Пизды Как Но Ничего Страшного Как Б Сегодня Получу Завтра Дадим Да В привидение Веришь Нет Солнышко Какими Нахрен Привидения Мне 30 лет Бля Просто Эта История Сразу Напустится Давайте В следующий Раз Промолодал Да Я Уже Жрать Начинаю Хотеть Сейчас Ускор Наверное Тогда Пойду Двигаться Сами Знаете Нахавчик Пробивайте Первое Жестко Убился Бля Это Вот Тоже Я Март И Лось Были Короче Мелкий Нам Было Лет По 14 Вообще Такая Хуйня Как Мы Начали Накуриваться У нас Ездил На Арбат К Своему Другу И Мы Вместе С ним Мелкий Заходили К Лось Лось Жил Там Через Дом Буквально И Нам Сколько Там Было Лет 13 14 Да И Мы Заходили В Падик Ну знаете Пятиэтажки Там Центр Там Обычно На лифте Нихуя Не поднимаешься Там Лифт Знаете Так На дверях Закрывается И На Короче На Пару Этажей Ниже Жил Барыга Короче Который Вот Каждый Раз Практически Что Мы Заходили К Лось Он Стоял И Курил Косяки В Подъезде Понимаете Его Звали Гвоздь Костя Гвоздь Вот И Как Мы Все Приходили Он Все Время Знаете Доходил К Того Что Мы Просто Заходим А Нам Парики Сразу Мелким Пускает Здоров Здоров Ну И Мы По Своим Делам Знаете Ну Трав Тогда Все Курим Мы Все На Баскетбольной Площадки Со старшеками Там Графти Рисовали Тежели Там Все Как Все Знаете Тогда Были Модно Очень Эти Команды Создавать Крю Всякие У нас Была Этот Да Распиздя Из Крю Говорят У нас Одно Из самых Лучших Названий Ну И Тогда Всякие Были Москва Там Такой Крю Бэбэ Крю Там Какой И У нас Был ДРС Крю Да Распиздя Из У нас Был Крю И Мы Просто Мы Ничего Мы Играли В Баскет Катались На Роллах Там На Скейте Там Травкурили Тежили На Этих На Траликах Там Бомбили Балончиками Да Все Как Все Знаете Брейк Танцевали Немного Бля Наверное Буду Отключать Может Батарей Короче Садится Спасибо Вам Всем Короче Это Ждите Баттл Короче Там Новый Трек 247 Там Этот Клип Репост Ретвит И Сразу Новый Скоро Выйдет Всего Вам От всех Люблю Е Бой Кроме Этого Пидора Который Про Член Писал